День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. У вас все получится. Михаил Мишустин остался доволен визитом в Рязань. 39 автобусов в Лизинг. Депутаты Рязанской городской думы поддержали обновление парка УРТ. Панталоны приглашает в гости. В день рождения кукольного театра. Надеюсь, что у вас получится все и набережную Кремля сделайте яркой. Рязань красивый город. Уверен, что с вашим участием регион станет еще более красивым и комфортным. Об этом заявил премьер правительства России Михаил Мишустин, губернатор Рязанской области Павлу Малкову по итогу визита в регион. Он побывал в онкодиспансере на промышленном предприятии, а затем пообещал поддержать регион во всех начинаниях. Свой визит в Рязань премьер-министр Михаил Мишустин начинает с посещения онкодиспансера. Новый восьмиэтажный лечебный корпус на 250 коек построен по нацпроекту здравоохранения. Официально его откроют в июне. Площадь здания свыше 42 тысяч квадратных метров. Предусмотрены 12 лечебных отделений, 10 современных операционных, а также поликлиника на 150 посещений. Новейшее оборудование преимущественно российского производства. Впрочем, есть и иностранное. Запустили трехуровневую систему экологической службы. То, что сейчас об этом в двух словах уже сказали. То есть онкодиспансер по своей тематике, курирует все остальные учреждения области. Вот здесь нарисована как выстроена маршрутизация. Все решения принимаются совместно. Вот надо сказать, уже есть результат. То есть выявление заболевания на ранней стадии уже существенно выросло. Теперь самое важное, это, конечно, получить все лицензии, сертификаты. Достаточно непростая эта процедура. Уверен абсолютно, что с профессиональным министром, с главврачом вы все это быстро закончите. Что важно, что принятое решение, оно подтверждает, собственно говоря, что планирование сегодня медицинское здесь было сделано разумное. Вы правильно сказали, территориальное планирование надо делать сразу, поскольку охват медицинскими услугами, медицинской помощью должен быть понятный и планированный. Иначе потом приходится все время обращаться за дополнительными средствами. На выставке Михаил Мишустин высоко оценил продукцию предприятий Рязанского кластера. Сейчас там 12 предприятий, объем их выручки по прошлому году составил порядка 100 миллиардов рублей. Это вакцины и лекарственные препараты, в том числе для лечения онкозаболеваний, медтехника, стерилизационное, лабораторное и физиотерапевтическое диагностическое оборудование. Рязанская область готова сегодня стать драйвером увеличения производства плазмы крови. У нас сегодня в регионе реализуются два специнвестконтракта, два производства, большие два проекта. И могут выпускаться препараты плазмы крови и средства для диагностики и лечения онкозаболеваний. Некоторые из них уникальны, никаких аналогов в стране не имеют. Следующая точка маршрута – некогда совместное с иностранцами промышленное предприятие «Ларта Глаз Рязань», производящее стекло и изделия из него. Сегодня его проектная мощность – 750 тонн продуктов в сутки. В линейке – более 15 видов энергосберегающего и солнцезащитного стекла для коммерческого строительства, зеркала и много чего еще. Предприятие входит в перечень системообразующих, его выручка за прошлый год – примерно 8 миллиардов рублей. Важно отметить, что после выхода из российских активов Guardian Industries, компания не только сохранила коллектив, но и увеличила рынки сбыта. А вот для того, чтобы в регионе и дальше хотелось жить и работать, заявил Павел Малков, нужны благоустроенные общественные пространства. Победили в федеральном конкурсе проекты по обустройству туристических центров городов. В этом году получили больше 200 миллионов на навигацию, малую архитектурную форму и в целом на приведение к единому стилю всего центра. Будем серьезно заниматься, в том числе работаем с бизнесом, для того, чтобы весь центр стал красивым. Михаил Мишустин и губернатор Рязанской области представил проект большого пешеходного маршрута, более чем в 13 километров. 286 гектаров земли. Большой пешеходный маршрут через Лисковый. Маршрут начнется с торгового городка. Это наш Рязанский ВДНХ. Его построили в 1955 году. Потом он был частично разрушен, заброшен. Затем идем через лесопарк. Там тоже проходит благоустройство. С прошлого года работаем по программе, которая сформировала некомфортно городской среды. И парк уже сейчас становится одним из любимых видов отдыха для жителей. Дальше набережная, через нее в Кремль. Потом Лыбецкий бульвар. Конечная точка маршрута – Центральный парк культуры и отдыха. Инициативу рязанского губернатора премьер-министр поддержал. Тот самый федеральный проект создания комфортной городской среды, по вручению президента, которым мы занимаемся, он открывает нам такие маленькие жемчужины в каждом, скажем так, уголке нашей замечательной Родины. И здорово, что вы так с душой, вот я вижу, как вы говорите о каждом объекте, о набережной, о Кремле, о новых объектах, которые будут открываться. И это очень здорово. Когда губернатор вовлечен, и когда он, в первую очередь, собирает обратную связь, о которой тоже всегда говорит президент от людей, все получится. В заключение Павел Малков обратился к председателю правительства с просьбой оказать финансовую поддержку в реконструкции Кремлевского сквера. Конечно, отреагировал Михаил Мишустин, все, что сможем, сделаем. Соответствующие поручения дам министру финансов России. Уверен, что этот новый импульс даст возможность сделать Рязань и в целом регион еще более красивым и комфортным, заключил премьер-министр правительства России. Не менее важный вопрос для Рязани рассмотрели сегодня депутаты городской думы. Речь о лизинге 39 больших автобусов, которые готовы поставить в Рязань по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». 39 автобусов большой вместимости – это то, что нужно Рязани прямо сейчас. Обновление парка управления Рязанского троллейбуса сегодня необходимо, и нацпроект «Безопасные и качественные дороги» позволяет это сделать. По сути, с минимальными затратами для такого рода закупок. Предлагается согласовать муниципально-мунитарному предприятию города Рязани, управление Рязанского троллейбуса, совершение сделки по заключению договора финансовой аренды, лизинга, 39 автобусов большой вместимостью на срок 60 месяцев на общую сумму, не превышающую 599 миллионов 218 тысяч 140 рублей. В порядке предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Цена сделки действительно льготная. На вопрос, кто будет ее субсидировать, был получен короткий, но исчерпывающий ответ. 95% субсидируется бюджетом области, 5% субсидируется бюджетом города. Решение об аренде автобусов депутаты поддержали единогласно, заметив, правда, что эта сделка должна стимулировать управление Рязанского троллейбуса на создание новых прибыльных маршрутов и расширение кадровой политики. Другим новостям. Руководитель одного из федеральных бюджетных рязанских учреждений предстанет перед судом за взятку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Сумма, кстати, не такая уж и большая по сравнению с другими уголовными делами. 50 тысяч рублей. Обвиняемый в этом уголовном деле руководитель федерального бюджетного рязанского учреждения. Какого, в Следственном комитете пока не говорят. Как и неизвестен сам временной промежуток. Следователи обстоятельствами поделились лишь частично. Итак, им удалось узнать, что руководитель получил 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Взятка, видимо, послужила причиной заключить договор об оказании информационных услуг именно с фигурантами. В ходе расследования уголовного дела взятка датель признал свою причастность к даче взяток, дал подробные показания и активно способствовал дальнейшему расследованию преступлений. В связи с чем, в силу действующего законодательства был освобожден от уголовной ответственности. Над уголовным делом работали совместно следователи железнодорожного межрайонного следственного отдела и оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по железнодорожному району города Рязани. Собранная доказательственная база признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок по статье – до 15 лет лишения свободы. Убийство и незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное дело по таким статьям завершено вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Рязанской области. Обстоятельства дела удивляют. Друг выстрелил в друга. На этих кадрах следственный эксперимент. Мужчина рассказывает и показывает, как именно он убил своего друга детства. А причина оказалась банальна. Друзья решили создать общее дело – открыть кафе. У одного был арендованный участок земли, у второго – деньги. Точку открыли летом 22-го года. Правда, всего на 6 дней. После обвиняемый решил, что его коллега похитил выручку из кассы. Утром повздорили словесно. Вечером обвиняемый перешел к действиям. Позвал общего друга, как третейского судью, взял с собой оружие и отправился на разговор в кафе. После течения 30 минут снова произошел такой всплеск эмоций между ними, когда обвиняемый из-за одежды достает пистолет, наводит на потерпевшего. Между ними начинается, соответственно, словесное, потерпевшему говорит, раз ты наставил, стреляй. Ну и, соответственно, происходит выстрел. Погибший падает, обвиняемый еще производит в него не менее трех выстрелов, то есть добивает его. Погибший умирает на месте происшествия практически сразу. После убийства обвиняемый стал отдавать свидетелю приказы. Убери здесь, подай воды и так далее. Оружие это было при нем. Тело вместе перенесли в туалет, убрали в кабинку и накрыли шторой. После уехали в Москву. Тревогу забила жена обвиняемого. Он не отвечал на телефон. Дважды она приезжала в кафе, но супруга там не обнаружила. В третий раз приехала вместе с мамой. И та захотела в туалет. Там труп и нашли. Уже с полицией тело опознали, как совладельца кафе. А через неделю объявился и сам убийца. Видимо, замучила совесть. Однако у него была своя версия произошедшего. В целом, он обстоятельств все рассказывал. Рассказывал, что стрелял. Но немножко пояснял, что какие-то моменты были по неосторожности. Но в ходе проведения следственных экспериментов данный факт был не подтвержден. В последующем обвиняемый вину признал в полном объеме. При этом данное преступление было зафиксировано на видеокамеру, которая была изъята из кафе. Соответственно, в принципе, все события были зафиксированы. Пистолет, кстати, так и не обнаружили. Обвиняемый признался, что выбросил его перед Коломенским постом. Однако, как не искали, с металлоискателями, привлечениями подрядных организаций для окоса травы, оружие так найти и не удалось. Сейчас жителю областного центра предъявлено обвинение сразу по двум статьям. Убийство и незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Свой день рождения Рязанский театр кукол приглашает вас за кулисы. Уникальная экскурсия о тех, кто знает все про театр, очень его любит и легко проведет в мир фантазий и сказок туда, где живут куклы. Здравствуйте, меня зовут Синьор Панталоне. И сегодня я вам расскажу об удивительных фактах. Фактах и событиях, с которых все начиналось. Итак, друзья мои, как вы думаете, с чего начинался театр кукол? А началось все в 1927 году, когда сестры художницы Аделаида и учитель литературы Милица Знаменские стали заниматься театром кукол. Кстати, в этом году в театре поселилась скульптура, которая стала воплощением одной из основательниц Рязанского кукольного. Подробно об Аделаиде мы рассказывали в своих репортажах ранее. Тот интересный факт, что сестры стали основоположницами славной истории, далеко не случайен. Ведь рецепт кукольного театра – это как раз правильная смесь художественного и словесного, приправленная метафизическим. Да, природа вещей – это и есть та магия, благодаря которой в руках опытного кукловода актером может стать абсолютно любая вещь. Различие театра кукол в чем от театра драматического? В театре драматическом принцип устроен – я центр мира. Я вокруг себя как бы аккумулирую мир, и все работает на меня. А у кукольника, я вообще в театре кукол, я в центре мира. Я исследую мир, который вокруг меня. И я становлюсь вместе с этим как одну большую конструкцию, из которой что-то выстраивается, и в которую я могу вписаться, либо стать чем-то, буквально сыграть стул, сыграть стол, сыграть… То есть все живое. У кукольника все живое. За годы своего существования театр стал создателем и домом для сотен и тысяч кукол. Все они хранятся вот здесь – кукла-хранилище. И у каждой своя история, свой характер и судьба. Первый раз в моей жизни я его ощущаю так ментально, наверное, гораздо старше себя и сильнее, и спокойнее. Когда ты работаешь в персонаже и чувствуешь, как здорово, то есть туда, да, то, что человек прожил достойную жизнь, и он свободен по этому, потому что достойно прожил, знает, как должно быть. Это вот как можно искать какого-то… На кого вы когда вырасту, на кого я хочу быть похожим, да, хорошая книжка, блин, вот «Атикус Финч», вот классный персонаж, думаешь. Вот это такое же ощущение, вот так вот, вот это в жизни, хочется сказать. Эта кукла хорошо знакома взрослым театралам. Она из спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря», который получил главную театральную награду страны – «Золотую маску». В театре все художники, даже директор. Музыкальный коллектив, готовый к экспериментам, как в «Синей бороде», где живая музыка звучит от импровизированного ансамбля сотрудников, среди которых лишь один артист. Кукольники готовы и к сложным хореографическим постановкам. Да и вообще сегодня театр кукол – живая легенда. Традиции, профессиональные тайны и легендарные спектакли. Целый мир, большая часть которого скрыта от глаз зрителя. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!